всем большой привет такой сегодня небольшой будет обзор что в тепличке что к чему что да как и так напоминаю у меня по тепличке тепло и светло отражающие боже мой забыл как они называются общем вот такие штучки ленты не ленты не суть прикреплены вентилятор вверху вот он там вон он свет свет у меня значит красные светодиоды синие светодиоды желтые светодиоды full спектр и белые светодиоды честно скажу мне вот эта лампа по результатам очень очень нравится вот так как дела все растут значит поливаю поливаю я всех по головам просто у меня такой электрический распрыскиватель я ставлю этот бак он нагнетает давление нажимаю на кнопку и пошла поливать распрыскивая все везде на листья на корни но затекает конечно же везде в пазухе но движение воздуха от этого вентилятора на площадь этой теплички хватает ничего нигде не загнило все хорошо растет хорошо себя чувствует новые листья детки растущие корни вон везде видно эти зеленые растущие кончики цветут на цветы кстати тоже попадает и цветы не портятся хотя вот у меня в орхидариуме перед этим когда попадала вода на цветы потом через время цветы выглядели очень и очень были в пятнах и побиты и для себя я сделала такой вывод у меня там вентиляторы были направлены прямо на растения и кстати на листьях тоже появлялись такие пятна разводы а здесь у меня вентилятор направлен вверх в крышу и он именно он не обдувает листья целенаправленно он создает движение постоянное активное движение воздуха в этой тепличке и я заметила что нету такого теперь эффекта от полива подобного на цветах и на листьях что меня на самом деле очень-очень радует тут у меня групповая посадка с кучей деток вот она их приходится поливать почаще потому что быстрее просыхает чем в горшочках так тут вот до цветает товарищи все доращивает цветонос я уже не знаю как его ставить куда его приматывать он уже лежит соседних горшках вон они корешочки корешочки вот еще один собрался цвести это у меня альба собралась цвести цветонос там он двое самой стеночки вот посерединочки пострадавшие орхидаре у меня они очень хорошо активно отходят я ними очень-очень довольна так тут собраны мои крупномеры такие огромные дядьки тетки тут тоже везде те растущие корни они везде расползаются и в соседние горшки а кстати вон детку видно вот детка растет при стволовая так вон видно серебристые корни это кучу новых корней наросло и он даже видно растущий кончик так вот смотрите тут активно рост корней пошел вон они выглядывают уже и столика тоже все круто вот это аурея которая где сюда цвела с двух цветоносов вот новый лист уже и вон уже корень новый тоже активно не стала как-то себя на жалейте какой-то себе период покоя после светения устраивать хотя бы небольшой чтобы выдохнуть и передохнуть и пошла пошла цвести здесь тоже толпа товарищей но новые листья вот такие корни одни вот просто сами по себе другие он вернулись опять в горшок вот они все на листьях есть вот такие пятна потому что недавно был полив с удобрениями вот немножко конечно же остаются разводы потом поливом чистой водой это все прекрасно смывается так вот тут вот сох у меня после получения верхний лист все время сох 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 точка роста как мне кажется там целая я доставала смотрела но самый верхний лист изначально сох вот он высох отвалился и вот такая сбоку детка растет там корни растут само вот это растение живое листья прекрасные нету никакой гнили ничего ну вот такое произошло но в принципе все все отлично так здесь у меня уже сухой цветонос тут кстати да вот корень и рядом вот цветоносик но он как-то замер не знаю что он там себе думает как-то замер везде в общем новые корни 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 листья корни а вот этот это тоже а нет это не отходящие после орхидариума это ко мне пришла и очень странно себя вела можем этой бог памяти кажется ауре да вот такая альба yellow lip в общем она скинула абсолютно все листья к с которыми пришла и это те которые выросли у меня вот она вот пошла на лад все листья становятся больше хорошие корни у тут вообще непонятно на другой этаж уже полезла своими корнями ты у меня тугодумный товарищ который не хочет держать больше трех листьев одновременно но новые корни пошли это из ныть его очень интересное там цветение и вот фотография очень красивый интересный цветок пилоричной формы я все жду когда же он зацветет и все ему прощаю скажем так вот этот очень интересный товарищ ко мне пришел такой вытянутой пальмой и цвета много и он все равно продолжает расти вот такой пальмы у него такие получаются длинные промежутки между листьями так хочется их назвать между узле но вот так так тут детка такие товарищи оранжи этот пришел с маленьким количеством листьев и активно запускает корни так этот пришел с большим количеством листьев но что-то он сидит и ему нравится растить семенную коробочку растит и растит нравится и нравится так это мои без то он деточка ручка смотри как твоя деточка для тебя уже разрастается уже корешок пошел так что еще чуть-чуть подождать и думаю что наверное не раньше весны все-таки на следующей весной поедет к тебе подарочек и на 2 без то тоже пошла детка так ребятки сразу говорю детку эту я уже оставлю себе так пока это будет мне я хочу чтобы хотя бы один кустик был пышный и в детках так дальше там тоже он листья корни растут это пустое место это как раз выняла только снимала видео еще не успела поставить свои квест рис и от кроме кромер я его называю кромера так он вам называется крама из германии вот и тут у меня кто это тут у меня еще одна альба тоже растит листья корни у меня так интересно у меня некоторые альбы и еллоу липы и даже помог стать один блу лип них гораздо светлее листья светлые цветы светлые листья так тут у меня вот такой красавец гигант растет его прикольные темные листья тут они конечно вообще черными смотрятся из-за освещения на самом деле нет так это ребятня 1 из 7 различные пилорики от разных поставщиков разных продавцов детка спасибо за детку до вот такой blue lip купила так это детка оранжа она не любит растить листья но зато очень любит растить корни их там просто тьма кстати вода видите все мокрые это все после полива а листья уже сухие то есть пока я пошла поснимала несколько других видео листья уже просохли ну так про эту бедоси у это для меня моя мозоль моя неудачная покупка но уже шумаем а тумаем и поэтому растим так он тоже новые корешочки везде вот эта детка из орхидариума не подписанная растет она классно зацветет посмотрим кто это потому что что-то я не подписала знаете я решила что ну я точно запомню кто это и потом это точно запомню так и закончилась что я не помню это у меня тоже в орхидариуме пострадал джозефа в пилорик вот такие два эквестриса пришли таки немножко грустные грустнели морщили листья сейчас уже трогаю пластик хотя вот это еще грустненькая фетики и мягкие вот это уже лучше уже так не сгибается так вот такая красотка очень красивый яркий цветок на свету хорошо видно тут видите больше все таки изолам поскажается в розовый цвет очень интересная так и у тут вот тоже любительница так сейчас я поборюсь со своей техникой чуть-чуть вот так такие корнище очень активно везде растит а вот все вот это последний старый лист с которым она пришла вот эти два листа выросли у меня вот на последний свой старый лист сброс сбрасывает уже так интересно себя ведет такой и локос привыкает к моим условиям не так давно она у меня кстати он третий какой классный корень в общем корни она у меня конечно растит на ура как не знаю кто но в основном такое так поехали дальше реанимашка корни хорошие тоже спасенные из орхидариума так это я получала вот такой квест рис blue и там было два растения в горшке одно побольше одну вот такой и с деткой и я решила его посадить отдельно растет так это малыши карандаши растут вот такие детки на старых остатках эквест риса тут в общем то все практически пострадавшие из орхидариума вот уже вот так классно оклемался чтобы большой лист и вот это уже оклемалась тоже новый лист так вот этот товарищ производит замену всех старых своих листов на тех уже которые выросли у меня этот даль непрекрасно себя чувствует он хорошо растет вот этот себя так странно повел хорошо наращивает корни все в нем хорошо но вот самый первый лист смотрите какой маленький у меня вырос вот этот такой маленький вот растет 2 побольше что ему не так что там у него произошло возможно слишком резкая смена условий совсем не такая как какой он привык возможно это аукнулась тоже как он содержался перед этим вот не хватило ему сил пережить стресс не знаю ну корни вот что радует корни растут действительно хорошо корни классные поэтому у него все будет прекрасно так вот это тоже бедося спасалочка вот этот нормальный товарищ все у него хорошо и тут он тоже так вот решил дать деточку из ствола хотя точка роста целая ничуть не произошло она не помирает но вот растет новая детка так что у меня есть тоже есть и детский садик язык вестрисов и небольшое реанимационное отделение да и провод и все-таки уже более адаптированные пышные товарищи вот так обстоят дела коротенького конечно же обзора не получится потому что их много обо всех хочется что-то рассказать но благо хоть не 20 минут всем огромное спасибо за просмотр всем спасибо кто досмотрел до конца я надеюсь вам было интересно я надеюсь я ответила на ваши вопросы которые вы мне задаете в личке там на фейсбуке и в инстаграме и на форуме в общем везде и делитесь этим видео обсуждаете пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал делайте все что вашей душе угодно и всем солнечных дней пышных цветений пока пока